Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, когда и как следует высаживать вегетирующие саженцы винограда, особенно выращенные этой весной из черенков в открытый грунт. Ну, первое когда. Когда у нас нормально прогреется почва и уже идет опасность возвратных заморозков. Температура почвы должна быть примерно выше 10 градусов. Ну, понятно, что не у всех есть возможность измерить вот эту самую температуру почвы. Но мы понимаем, что если у нас стояли хорошие теплые дни, хотя бы там неделька, то в принципе почва уже достаточно неплохо прогрелась. И сегодня у нас вот 22 мая, потом мы выйдем на улицу, померяем все термометром. У меня он есть. Я покажу, что в принципе в этот срок уже вполне можно высаживать. Конечно, все зависит от вашего региона, от ваших условий. И даже в нашем регионе кто-то может посчитать, что все-таки еще рановато. И может быть подержать до июня и даже чуть больше. Но, смотрите, наши саженцы, они растут в определенном ограниченном пространстве. Какие-то стаканчики, какие-то небольшие емкости. Они у нас сидят в таких домашних, квартирных условиях. И эти условия не всегда им нравятся. И, смотрите, саженец, например, вот такой, совершенно небольшенький, приживется на самом деле гораздо лучше, чем, например, вот такой, который стоит у меня за спиной. Но это прививка, поэтому она такая большая. Но когда саженец долго сидит в домашних условиях, Вот, кстати, можно показать пример. То, чем больше мы его держим, он уже начинает страдать. Виноград все-таки растение, скажем так, свободолюбивое. Поэтому, особенно если саженцы большие, то не всегда есть смысл их держать, а наоборот есть смысл выпустить на волю. Единственное, создать определенные условия, при которых ему будет легче приживаться. О них мы чуть позже поговорим. И, в принципе, вот наш опыт показывает, что когда саженцы, именно вот такие вот небольшенькие, они только начали расти, они еще, скажем так, находятся на пике вот этого роста, то они практически не замечают пересадку и растут без остановки. А вот большому, да, это стресс, перенос из одних условий в другие. Мы можем его уменьшить, но полностью убрать невозможно. Поэтому вот таких малышей не надо пытаться их доращивать. Их смело можно высаживать в открытый грунт, если там условия позволяют. Единственное, где их, ну, как бы можно доращивать, это теплица, если она у вас есть. Да, в тепличных условиях, ну, как бы более-менее им нормально. Ну, если теплицы нету, то лучше их высадить в открытый грунт, а не мучить дома. То же самое будет касаться и саженцев, например, которые только пошли в рост. По каким-то причинам, ну, бывает так, да, что они там начали расти, потом что-то отсохло, да, где-то было переувлажнение, и, например, вот только начал расти. И пытаться его выходить дома, ну, достаточно сложно. Проще его выпустить на волю, и там у него шансов выжить будет гораздо больше. Еще пример вот такой саженец. Я, наверное, его даже вам показывала в видео, когда рассказывала, какие проблемы могут быть с саженцем. Рано он укоренялся, потом загнимали торешки. Видим тут сверху какое-то недоразумение, да. Здесь начала пробиваться почечка тоже. Если я буду пытаться, он уже страдал, он уже мучился, он уже израсходовал много сил. Если я буду пытаться его дома как-то доращивать, ну, шансов у него мало. Если я его выпущу на волю, повторюсь, шансов гораздо больше. И наш опыт, наша многолетняя практика показывает, что прекрасно вот такие вот малыши в открытом грунте приживаются. начинают расти, причем гораздо быстрее, чем если бы они у нас стояли где-то дома. Потому что как бы мы ни старались, можем и с грунтом не угадать, где-то не угадаем и с влажностью. С влажностью окружающей среды. Где-то у нас чуть солнышко пересушило, где-то еще что-то. В общем, создать хорошие условия достаточно сложно. Как только вот он там, там он адаптируется, и там ему становится легко. Так, смотрите, меряя температуру мы будем в траве. Так, конечно, высаживать саженцы мы будем на чуть-чуть большую глубину. Но, тем не менее, таких замеров нам будет вполне достаточно. Видите, температура почвы? 14,5 градусов. Ну, там чуть-чуть могут 10-е скакать, но это мелочи. При том, что сегодня порядка 14 и в воздухе. День пасмурный, с утра шел дождь, и вчера тоже шел дождь. Тем не менее, смотрите, почва достаточно тепленькая. Ну, для сравнения еще в грядке замеряем. Что у нас там? В грядке даже чуть больше. Ну, ненамного, да? Смотрите. 14,7. То есть разница вообще невелика. Я как-то уже рассказывала, что существует мнение, что в Диорне, в Мольче все слабовато прогревается. Но это касательно ранней весны. А в мае уже никакого значения нет. То есть такую земельку уже смело все можно высаживать. Но сейчас вы видите на экране какие-то странные холмики. Хотя на самом деле я вам их уже показывала. Что это такое? Это пленочки, теплички, которые мы поставили над ямами. Куда сядет наш молодой виноградик. Вот как раз таки поставили эти теплички для дополнительного прогрева. Дело в том, что мы для себя в этом году большинство новых виноградных кустиков будем высаживать даже не вегетирующими саженцами, а пророщенными черенками. Вот скельчеватора достанем и прям так и будем высаживать. Так проще, так нам легче. И специально для того, чтобы скельчеваторам было легко адаптироваться, мы сделали вот эти вот самые теплички. Но я уже в них не полезу открывать и мерить температуру. Но думаю, что все-таки она будет несколько выше, чем там, где я вам показывала просто в дерне. Но даже просто в дерне температура вполне достаточно для высадки. И сейчас мы с вами будем высаживать вот такого малыша. Напомню, малыши переживаются гораздо легче. Ямка у нас была подготовлена еще в прошлом году. Сейчас мы ее немножко раскопали. Теперь мы разрезаем пакетик. Аккуратненько, чтобы минимально повредить земляной ком, который у нас есть. Немножко у нас не получилось аккуратненько. Ничего страшного. Теперь самый важный момент. Глубина посадки. Вот сейчас я вам показываю место, откуда корешки отходят от черенка. Это пятка саженца. И вот эта пятка должна быть на глубине, вот в наших условиях, в средней полосе, примерно 25-30 сантиметров от поверхности земли. Поскольку на земляной ком рассыпался, то мы корешки аккуратненько разровняли. И теперь присыпаем земелькой. При этом еще, смотрите, здесь у нас высота черенка позволяет. Всегда очень хорошо, чтобы какая-то зеленая часть, какой-то один из побегов, здесь у нас их два, если всего один, значит один, на одну-две почечки, потом по итогу оказался под землей. Схематично это выглядит вот так. Место, откуда отрастают корешки, мы помещаем на 25-30 сантиметров от поверхности земли. 25 это больше на глинах, 30 на песочках. Это глубина посадки для средней полосы. На югах садят глубже. Как правило, черенок, точнее уже саженец у нас, и становится вертикально, но иногда бывают слишком длинные. Черенки, которые так не поместятся. Не надо их садить глубже. Мы их просто садим наклонно. И таким образом соблюдаем тоже условие, когда у нас корешки находятся на глубине нужной, 25-30 сантиметров. И немножко зеленой части будет в итоге находиться ниже уровня земли. Если у нас саженец с двумя побегами, в таком случае мы придерживаемся только правила глубины корней. Так или иначе у нас один из побегов окажется под землей. Если он окажется слишком низко, ничего страшного. Мы его просто будем засыпать землей постепенно. Ну, сейчас на практике это увидите. Аккуратненько засыпаем земелькой. Вот смотрите, сейчас мы засыпали этот саженец вот до первого зеленого побега. И в принципе пока что этого достаточно. Он и прогреваться будет хорошо, корешки, и расти ему будет нормально. А потом, по мере того, как он будет расти, мы можем земельку подсыпать и вот эту лунку полностью сравнять с землей. На камере вам кажется, что она очень большая. На самом деле она совершенно небольшая. Можно это будет просто сделать к осени, перед зимовкой. Теперь схематично рассматриваем посадку привитых саженцев. У нас есть два варианта. Мы можем так и растить их на прививке. В таком случае нам нужно высадить, чтобы место прививки было приблизительно на 2-3 сантиметра выше поверхности земли. При этом, конечно, идеальный вариант, чтобы длина подвоя у нас также была где-то 25-30 сантиметров, чтобы корешки находились именно на этом уровне. Но здесь мы больше ориентируемся именно на место прививки. Оно у нас должно быть над поверхностью земли. Вариант второй. Второй мы прививку переводим на собственные корни. Дело в том, что у каждого, скажем так, своя цель прививок. В регионах с филоксирой прививают на филоксироустойчивые подвои, где-то на морозостойкие подвои. Но у нас в нашем регионе, в средней полосе, в Беларуси это не особо актуально. Поэтому можно смело переводить на свои корни. И мы прививаем саженцы по двум причинам. Либо у нас не хватает посадочного материала. Раз, либо второй вариант. Мы хотим побыстрее увидеть результат. Потому что если мы прививаем почку на уже годовалых саженец, то в принципе даже в этом году у нас есть возможность посмотреть урожай. Ну, либо в следующем. То есть мы немножечко таким образом ускоряемся. И вот такие саженцы можно смело переводить на свои корни. В таком случае мы высаживаем их в яму практически горизонтально. На ту же глубину, где должны находиться корни, 25-30 сантиметров. И вместо прививки мы засыпаем землей. Постепенно. Вот здесь я специально нарисовала таким образом, что побежек у нас привитой, зеленый. Он небольшой. Так, и мы будем его засыпать постепенно земелькой. Ну, по мере его роста. В дальнейшем в месте прививки начнут образовываться корешки уже именно из привоя. Их я обозначила розовым. Ну, таким образом, сначала вот эта растенница, она будет питаться за счет корешков подвое. а потом перейдет на свои, а подвой тихенько умрет. И таким образом все перейдет на свои корни. В нашем регионе, конечно, мы предпочитаем все-таки переводить прививки на свои корни. Вот это место, которое я вам сейчас показываю, где обмоточка. Вот это место прививки. Немножечко пролили, чтобы земелька уплотнилась. Вот после пролива земелька уплотнится. Может быть, еще чуть-чуть надо будет подсыпать, а может быть, и не надо. Но основную уже эту лунку мы засыпем осенью. Теперь мы над этой лункой, над этим саженцем ставим дужки и накрываем сверху спонбондом. Если спонбонд совсем тоненький, то два слоя. Если поплотнее, одного слоя будет более чем достаточно. на срок две недели. Спонбонд создает такие приятные тепличные условия, позволяет саженцу легко и быстро адаптироваться после пересадки. При этом защищает и от излишнего ветра, и от очень яркого солнца. Наша практика показывает, что применяя вот такой простой, легкий способ, нам абсолютно не нужна никакая закалка саженцев. И еще, если по какой-то причине ваш черенок не дал корешки, но при этом у него есть какая-то верхняя зеленая часть, и мы понимаем, что он живой, тоже не бойтесь выпускать его на волю. Вот таким образом садите, закрываете тем же спонбондом, можно оставить и на больший срок спонбонд. Вы будете видеть сами, как малыш там развивается. конечно, если черенок без корней, то стопроцентную гарантию, что он в открытом грунте будет расти, никто не даст. Тем не менее, я уже говорила и повторю еще раз, шансов вот в таких естественных условиях, как у маленьких саженцев, как у черенков, у которых не появились корешки, как у очень таких замученных и поврежденных саженцев гораздо больше, чем в баночках дома. Именно вот при таких условиях на свободе здесь гораздо проще. Влажность регулируется, растение чувствует себя гораздо комфортнее. Так что не бойтесь, высаживайте даже малышей, им гораздо проще перенести пересадку, чем более взрослым саженцам с большей зеленой массой. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Счет», ссылка на каталог наших сортов и награды, имя, контакты. До новых встреч!